Маршрут перестроен. Очередное ДТП с такси. В результате ДТП пострадал и пассажир Мазды. В безопасности ли пассажиры? Опасная красота. В стране продолжается специальная программа МАК. Сколько дурмана ушло под косилку? Под особым контролем в республике проходит профилактическая акция ГАИ. Я теперь только по пешеходному переходу хожу. Кто прав, кто виноват? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Бобруйский на минувшей неделе был задержан педофил. Милицию с заявлением обратилась 22-летняя местная жительница. Девушка рассказала, ее 6-летняя сестра, которая живет отдельно от нее с их матерью, пострадала от действий сексуального характера. Оперативники выяснили, что ребенка домогался 44-летний местный житель. Мужчина находился в квартире у знакомого, куда пришли и женщина с дочкой. Пока хозяин квартиры распивал с гостей спиртные напитки, бобручанин совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Без оглядки в стране проходит акция ГАИ «Будь в безопасности». Под особым контролем пешеходы, велосипедисты и любители средств индивидуальной мобильности. Только с начала года с их участием составлено более 4000 административных протоколов. Кто рискует у других на глазах, расскажет Ольга Васенда. Повторение мать учения. Госавтоинспекция в очередной раз выходит на дороги, чтобы напомнить гражданам, казалось бы, такие простые, но такие важные истины. Ежедневно статистику нарушений пополняют все новые и новые эпизоды с участием пешеходов. Сэкономленное время на переход дороги в неположенном месте очень часто стоит жизни. На часах после обеденное время, на социалистической прямо на глазах ГАИ. Женщина без оглядки, перебегает проезжую часть. Естественно, зебра есть, но в паре метров. После гражданка призналась. Обычно так не делает, но здесь просто удобно. Как следствие от инспектора предупреждения. Раньше, ну может быть лет 8 назад, я переходила дорогу там, где вот рынок на Октябрьской. Там тоже очень. Но с тех пор я теперь только по пешеходному переходу хожу. А здесь бывает. Вплоть до 28 июля ГАИ будет вести усиленный контроль. Кроме пешеходов, под особым вниманием велосипедисты и любители погонять на гироскутерах, моноколесах и прочих новомодных гаджетах. Акция «Будь в безопасности» проводится только для одного, чтобы предупредить, в том числе и о новых правилах ПДД. С приходом осени всех участников дорожного движения ждут нововведения. Суть в том, что если расстояние между транспортным средством и пешеходом составит две и более полосы, то водитель может проехать. Сейчас же автолюбители обязаны уступить. В любом случае. Новшества не за горами. И уже сейчас стоит их изучить. Велосипедисты, например, смогут пересекать проезжую часть не спешиваясь. По специальной дорожке, на перекрестке по линии тротуаров или обочин. Ночью за городом любители двухколесного транспорта должны будут двигаться в одежде со световозвращающими элементами. За нарушение правил пешеходами и велосипедистами предусмотрена административная ответственность в размере от одной до трех базовых величин. За повторное такое же нарушение в течение года или находя состояние алкогольного либо наркотического опьянения предусмотрено от трех до пяти базовых величин. При этом статистика неутешительна. Только за семь месяцев в Бобруйске произошло 20 ДТП. Из них семь с участием пешеходов, два с велосипедистами. Одно из них закончилось летальным исходом. Всего же составлено больше четырех тысяч административных протоколов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Сирена. И снова шашечки. В понедельник в Бобруйске произошла авария с участием такси. Иномарки столкнулись на перекрестке Пушкина и Интернациональной около пяти вечера. Форт ехал с Октябрьской в сторону Советской. Мазда двигалась в противоположном направлении. Таксист поворачивал налево, но не уступил дорогу. Как итог, авто получили сильные повреждения. Передние части – в смятку. В результате ДТП пострадал и пассажир Мазды, но в госпитализации не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Гражданам, которым известно обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по номеру 102 или 590199. За последний месяц это вторая серьезная авария с участием такси. 8 июля на перекрестке Батова и проспекта Строителей перевернулась Лада. Все же за прошедшие выходные в Могилевской области выявлено 934 нарушения ПДД, задержано 23 пьяных водителя и 37 бесправников. К ответственности привлечены и 113 пешеходов. Дистанции решают. 20 июля на перекрестке Минска и Крылова столкнулись две иномарки. Водитель Киа решил не рисковать и остановился на мигающий зеленый сигнал светофора. А вот следующий за ним Пежо затормозить вовремя уже не успел. Как результат, обоим транспортным средствам причинены механические повреждения. Медицинская помощь никому не понадобилась. ГАИ проводит проверку. В Могилеве на пешеходном переходе 13-летний велосипедист попал под колеса авто. 14 июля около двух часов дня на перекрестке улиц Космонавтов и Лазаренко 42-летний водитель Вольцвагена при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, но не спешившись. С травмами мальчик госпитализирован. Напомню, изменения в ПДД, согласно которым можно не спешиваться, вступают в силу лишь с 27 октября. Ограбление по Бобруйске следователи раскрыли подробности дела об угоне дорогих автомобилей в Минском районе. В декабре прошлого года в поселке Юбилейный были угнаны Киэспортэдж и Хёнде Санта-Фе 2020 года. Общая стоимость похищенного вместе с имуществом, которое находилось внутри, свыше 160 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались стоя безработных местных жителей 32 и 44 лет. Мужчины тщательно спланировали преступления. Одну машину криминальное трио сразу перегнало в Могилевскую область. При подъезде к Бобруйску автоворы заменили белорусские номера на российские. После этого оставили похищенное в заранее подобранном месте. А вот со вторым возникли трудности. Авто не завелось. При выезде 37-летнего фигуранта, несмотря на попытку скрыться, задержали. После и его подельников. Обвиняемые сейчас находятся в СИЗО. Клубы дыма из-под капота на Красноармейской средь бела дня. Загорелся автомобиль. Пожар произошел в понедельник в 13.40. В Пежо поврежден моторный отсек и подкапотное пространство. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пострадавших нет. Необходимо беречь свои технические средства, легковые и грузовые автомобили, ежегодно проходить техническое обслуживание. Ну и не забывать про то, что в каждом автомобиле должен быть огнетушитель, в случае чего который поможет справиться с возгоранием на ранней стадии. С начала года в Бобруйске произошло уже свыше 60 ЧП, в районе более 30. Жертвами огненной стихии стали 18 человек. Рев сирен. В Бобруйске горела квартира в многоэтажке на Семенова. Сигнал СОС подали соседи. В 9 утра расчеты отправились на вызов. Еще до прибытия спасатели и жильцы самостоятельно эвакуировались. Но матери и двум детям понадобилась помощь медиков. Они и еще один ребенок из соседней квартиры, который находился дома без взрослых, были госпитализированы. Спасатели справились с данным возгоранием, не дали пламени распространиться. Дали на другие квартиры. В результате пожара повреждено некоторое имущество в квартиры, закопченные стены. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. Одна из версий – детская шалость с огнем. МЧС напоминает правила безопасности. Не просто сухая теория, а жизненно необходимая информация. Жизнь или наркотики в Беларуси продолжается в специальной программе «МАК». Сотрудники отдела наркоконтроля уничтожили одну тонну 800 килограмм посева в Конопли в Глузском районе и Бобруйске. Больше половины произрастало вблизи улицы Набережной. Правоохранители напоминают, лучше самим ликвидировать любые наркосодержащие растения, которые растут на прилегающей территории. И самое главное – оградить себя и своих близких от вредоносного дурмана. Предусмотрена административная ответственность, за которую грозит штраф до 20 базовых величин. В случае установления фактов изготовления из данных растений наркотика либо их сбыта, наступает уголовная ответственность по статье 329 Уголовного кодекса. Срок за данное преступление – до 3 лет лишения свободы. Срок может увеличиваться до 7 лет за повторное нарушение. В составе организованной группы светит и вовсе до 15. К слову, за прошлый год правоохранители уничтожили 10 гектаров незаконных посевов. Наказание понесли 255 человек. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok